всем привет добро пожаловать в новое видео и она будет о косметике это тот ролик который я не могла записать очень долго у меня не было нужного настроения и сегодня я сидела окрасилась это случается не так часто на самом деле я поймала себя на мысль что я получила такой кайф косметика для меня это своего рода медитация если хотите это время для меня когда я отключаюсь когда я могу забыться и просто радоваться такой знаете относительной стабильности румяна до сих пор розовые или персиковые бронзер коричневый хайлайтер сияющий и сам процесс меня очень расслабляет если вы любите косметику я сегодня приглашаю вас вместе со мной покопаться в любимцах своей косметички и я покажу вам то что полюбилось мне в этом году такие фавориты за больше чем полгода а вы пожалуйста в комментариях напишите что нравилось вам ну что поехали за последние несколько лет я приучила себя к ежедневному использованию spf вне зависимости от сезона года но так как за окном лета я думаю что не будет лишним еще раз напомнить о важности этого этапа в нашем уходе как перед нанесением макияжа так и в течение дня это можно обновлять и ваш макияж от этого совершенно не пострадает и хочу сразу сказать что в этом видео не будет никакой рекламы у меня в руках сейчас все от одного бренда но это случайное совпадение это то что мне нравится и то чему доверяю лично я этой весной у меня была настолько обезвоженная капризная кожа что я уже не знала что с ней делать и я решила по максимуму ограничить свой уход и искала что-то универсальное из своих запасов я достала новинку от бренда лароши позе линейка геалубе 5 это гелевый увлажняющий крем еще из spf 30 и он настолько быстро помог мне справиться с сухостью кожи она стала такой сияющей он легкий он хорошо впитывается еще и spf 30 и как база под макияж отменная вещь потому что на него все гораздо проще наносится так гладко и не самые удачные тональные кремы на нем могли выглядеть гораздо лучше чем без него или с каким-то другим здесь также есть гиалуроновая кислота я думаю что каждой коже она не помешает витамин b5 то есть успокаивающий компонент и антиоксиданты еще и spf 30 супер продолжу им пользоваться в качестве дневного крема ведь у меня уже такая похудевшая упаковка это о чем-то говорит и когда я не выхожу на активное солнце или в принципе практически целый день провожу дома то spf 30 не вполне достаточно если у вас кожа быстро загорает в принципе темненькая не такая светлокожая как я то вам этот крем подойдет как на лето так и на осень на зиму если используете кислоты обязательно попробуйте сейчас когда солнце жарит уже беспощадно я достала любимца прошлого года это тоже ларош позе но линейка ангелиос эйдж кред spf 50 и это не просто защита от солнца это еще очень хорошее увлажнение и когда у меня были какие-то пост акне он действительно осветлял кожу и я ни разу с ним не сгорела не было ни красного носа не обгоревших щек или лба чего-то такого то есть это средство заменяет не и увлажняющий крем и spf сам по себе плюс это работа над качеством кожи то есть я вижу что она действительно становится более равномерной по оттенку кремовая текстура и для сухой кожи для возрастной для всех кто ищет что-то такое чтобы защититься по всем фронтам и как бы закрыть потребности кожи очень рекомендую у них есть еще и сиси крем сразу тонирующая версия этого средства я очень любила его в прошлом году и к сожалению она практически у меня закончилась какая-то баночка нужно все это обновить и я еще и видела версию для проблемной кожи там чуть другая текстура она более гелевая но тоже spf 50 если я не крашусь в течение дня то я умываюсь и перенаношу spf спустя определенное время но если я вдруг решила примарафетиться и нет такой возможности перекраситься заново кто это делает в течение дня я таких людей не знаю но сейчас косметические компании все продумали за нас это очень удобно еще слегка матируют кожу не ощущается не утяжеляют ее но при этом у нас снова активная защита от солнца spf 50 ларош паза ангелиос мелкое распыление без ущерба для макияжа таким облаком наносится супер что еще можно сказать удобный формат я взяла побольше недавно в блоге вам показывала и для себя и для детей так что будем продолжать защищаться от солнца потому что лето в разгаре вы просили еще раз показать автозагар который мелькал моем инстаграме но всего лишь в stories они исчезают поэтому прошу любить и жаловать это польский бренд dax их линейка сан автозагар форме пены и у меня для темной кожи но я хочу вам сказать при том что я довольно светлая я наношу его перчаткой из алиэкспресс и все равномерно распределяется я пробовала наносить и на ночь и утром помыться на постели могут остаться какие-то следы но я также пробовала наносить его там на 2-3 часа и смывать эффект был таким же очень естественный оттенок загара и при осторожном нанесении где-то в области рук и стоп выглядит так как будто вы уже были на море а еще у этого же бренда отличные капли для лица то есть автозагар в виде капелек которые смешиваются с увлажняющим кремом тогда даже тон вам не нужен будет как смывается вы это заметите он не прям сходит какими-то пятнами но я люблю хорошо отскрабироваться и все отлично так что бюджетные находки случайные но теперь горячо любимая ну что переходим к декоративке категория тональных кремов разных бибишек я знаю что многие не любят ощущение тонального крема на лице теплое время года но я какая-то наверное странная потому что когда я не пользуюсь тональными у меня больше высыпаний чем тогда когда они у меня хотя бы в минимальном там микро количестве на лице как это происходит возможно это как защита от окружающей среды от пыли грязи и у меня есть топ-3 в этом году мое открытие этого года биби крем от бренда пупа у меня версия анти-эйдж но я не могу сказать что он чем-то кардинально отличается от классического у меня кстати был для всех типов кожи потому что там есть и для комби жирные у меня была классическая оттенки слегка загорелые но при том что я защищаюсь от солнца я в этом году еще специально прям на пляже не загорала номер один сейчас уже постепенно становится мне светловатым spf 30 он увлажняющий он очень просто наносится руками кистью спонжем тоже можно он всегда ложится безупречно он не заваливается в поры как-то некрасиво он хорошо носится в течение дня и дает много увлажнения если вы ищете что-то такое то вы от него будете без ума он выглядит естественно при этом у него еще и среднее покрытие то есть какие-то мелкие несовершенства он спокойно перекроет даже без корректора тональный крем который я приобретала еще зимой но как-то вот сейчас он особенно мне полюбился это бренд сенсай spf 15 мало можно было бы вообще без него я и так отдельно использую солнцезащитный крем но тем не менее spf присутствует это уже более сатиновый тональный крем у него тоже средняя плотность покрытия я думаю что он хорошо подойдет на каждый день даже тем у кого комбинированная и жирная кожа текстура у него жидкая поэтому я наношу его или кистью или пальцами потому что спонж съедает очень много средства и мой универсальный оттенок это натуральный бежевый ls 203 но я думаю что если я загорю то мне придется взять чуть потемнее самый легкий самый незаметный и неощутимый это шанель линейка лебеж он буквально как вода но от него вы не добьетесь даже средней плотности покрытия это самый легкий тон который я когда-либо пробовала но летом это самое то плюс он не западает морщинки он не подчеркивает текстуру кожи и он еще и хорошо держится на удивление пудра которая заново влюбила меня в себя я рассказывала вам о ней я нахваливала ее и я как-то пользовалась чем-то другим и она стояла без дела а тут у нас снова любовь это бренд сенса очень большой объем она настолько мелкодисперсная она хорошо фиксирует тональный крем консилер под глазами она делает кожу и матовая но при этом оставляет живое на еще и работает как фотошоп она сглаживает все поры все морщинки она не ощущается и вот когда я выбираю какую-то пудру которую я буду наносить под глаза для фиксации консилера я довольно привередливый клиент потому что мне нужно специфическое средство которое поможет мне а зафиксировать мейк б не усугубить ситуацию под глазами потому что кожа у меня сухая и и что-то что не будет подчеркивать мои впадины под глазами и эта пудра работает как волшебная палочка ее здесь так много что я даже не знаю когда она может у меня закончится я не пробовала делать ее бейкинг но мне кажется что для этого она тоже сойдет и в макияже для себя и для профессиональных визажистов она ну вот одна из самых самых лучших и если я уж крашусь то мне хочется чтобы все выглядело безупречно эта пудра гарантия того что макияж продержится целый день я наношу ее на т-зону и под глаза если вы еще с ней не знакомы то советую это исправить вы не пожалеете весна и лето это то самое время для кремовых текстур и мне нравится использовать кремовый хайлайтер и кремовые румяна потому что это просто быстро но не все средства во первых приятно ощущаются и еще и держатся в течение дня я была в нашей сифории еще зимой и как-то подошла к стенду rare beauty начала рассматривать что у них там есть в боже упаковке просто настолько красиво этим приятно пользоваться это приятно иметь на своем туалетном столике в своей косметичке и вообще у меня создается такое впечатление что они прям круто поработали и над упаковкой и над содержимым над формулой над цветами я не очень люблю все вот эти звездные марки но это меня очень порадовало хайлайтер у меня в оттенке mesmerize это то средство которое можно по-разному использовать и поверх тона и подтон и смешивать на лицо на тело как хотите я выбрала себе оттенок mesmerize он не то чтобы прям для всех и каждого потому что во-первых он розоватый во-вторых здесь есть жемчужно-золотистый отлив и в-третьих мне кажется что даже немножко чего-то персикового может как розовое золото чтобы было проще объяснить наверное что-то в этом духе здесь такие прикольные аппликаторы я потом постараюсь поснимать вам все вблизи правда у меня такие покусанные поцарапанные руки из-за маленькой собаки вы уж простите но в такой у нас период это довольно интенсивное средство то есть его нужно чуть-чуть но когда ты его растушевываешь получается такое ощущение такое впечатление что у тебя прям влажная кожа которая светит со здоровьем которую аж хочется потрогать она настоящая и он не особо подчеркивает какие-то несовершенства кожи в нем нет отдельных частичек и вообще крутое средство которое не мигрирует по вашему лицу оно вот прям остается на месте и я довольна я не зря потратила свои деньги румяна у меня в оттенке хоуп как оказалось это один из самых популярных цветов и я понимаю почему потому что он и в пир и в мир и на все оттенки кожи на любой случай для повседневного макияжа или для нарядного но для тех кто не любит нарумяненные щеки то есть он выглядит на лице так как будто вот мы от чего-то слегка засмущались и у нас появился цвет на лице да или как будто мы хорошо питаемся живем в каком-то таком приятном климате в жизни все классно мне этого не хватает поэтому я всегда использую румяна текстура у них очень приятная и не гелевая и не водянистая и не кремовая это сложно объяснить и кстати они довольно пигментированные то есть их не нужно прям намазывать такими полосками а несколько капель и этого будет вполне достаточно палетка для лица с бронзером хайлайтером и румянами польский бренд хаан это недорогая косметика и когда я увидела ее в хэбе я сразу поняла что мы подружимся что мне она нужна я хочу вам сказать что все палетки для лица от хаан это одна бесконечная любовь у меня все они до сих пор есть и это те средства которые можно использовать и для лица и для век и у них приятные текстуры с ними всегда все складывается и цвета у них тоже такие которые без раздумий наносишь и какая бы у тебя не была помада одежда и так далее это всегда будет выглядеть суперски но эта палетка еще больше меня порадовала потому что здесь такой бронзер во первых он такой посерединке то есть не слишком рыжий нет он вообще не рыжий но при этом не слишком серый вот прям идеальное средство для контурирования чтобы слегка подчеркнуть нужные линии плюс еще и добавляет свежести лицу и здесь вот не могу сказать прям что это сатин знаете что это будет с отблеском но за счет того что это не плоский мат это выглядит очень живо на коже плюс здесь такая пигментация которую вы можете дозировать то есть чуть-чуть нанести или побольше если вы совсем светленькая но потом вы вдруг подзагорите вы можете это все наслаивать румяна матовые универсальные и не персиковые и не розовые для того чтобы просто как-то подчеркнуть немного щечки да чтобы опять же придать свежесть я люблю их хайлайтер здесь яркий он пылит я ему это прощаю это тоже розовое золото не единые частички красивый отблеск в качестве теней тоже можно на все веко только я всегда наношу на базу что еще добавить что вам такое надо если у вас нет универсальной палетки для лица у меня все еще одна любимка от бренда если вы живете в польше или будете заказывать на мейкапе то вообще присмотритесь у них куча куча всего интересного и достойного из-за недорого две палетки для глаз используя которые я могу быть уверена в результате эту туфест я купила чисто из любопытства потому что я часто встречала ее в подборках идеальных нюдовых палеток и мне было интересно проверить так ли это я скажу сразу что к качеству у меня нет никаких претензий эти тени достаточно пигментированные они просто растушевываются они не пылят нет вот этих осыпашек на все лицо да здесь очень красивые шиммеры и как персиковые оттенки так и слегка розоватые рыжеватые но здесь каждый оттенок теней все таки будет рыжить и иногда я или уставшая или не выспавшаяся или заплаканная и такие цвета усугубляют ситуацию поэтому не каждый день я могу пользоваться этими тенями и даже глядя на якобы нейтральный такой переходной он все равно выглядит рыжеватым вот летом когда я естественным образом подзагораю или подзагораю что это за слово такое или же наношу автозагар тогда прям вообще супер но зимой даже когда я выбирала розовые оттенки они все равно рыжили на мне и также хочу отметить то что здесь самый темный оттенок он уходит в красноту здесь нет нейтрального коричневого и мне не хватает глубины в этом цвете подводя итоги всего вышесказанного про качество не соврали другие блогеры а цветовую подборку имейте в виду потому что мне кажется что вот эта рыжевато-красноватая гамма чуть-чуть уже уходит следующая палетка от Наташи Деноне которая глэм я ее расчленила и подоставала отсюда мои любимые цвета мне так гораздо удобнее потому что в отдельной палетке у меня собрано там куча всего вот так могла бы выглядеть моя идеальная нюдовая палетка бай ося только вот этот красноватый я заменила бы на черный для того чтобы рисовать стрелки при помощи теней просто никуда его вставить поэтому он находится здесь это палетка инглот старая убитая она даже не оттирается но я достаю ее и все необходимое у меня собрано в одном месте и что я хотела вам сказать у меня здесь собрано пять оттенков теней из палетки глэм Наташи Деноне и вот этими я пользуюсь чаще всего это по-настоящему нейтральные базовые оттенки у меня здесь только один матовый я чуть-чуть достраиваю им форму но основу макияжа и все нижнее веко я выполняю шиммерными тенями мне кажется что это как-то так более современно выглядит но все равно остается классика если вы понимаете о чем я и в этой палетке глэм есть оттенок состаренного золота он не рыжий и как будто в нем даже есть зеленца такой же цвет есть в какой-то из палеток Анастасия Баверли Хиллз я раньше его недооценивала и пропускала в своем макияже а теперь наоборот и вот он у меня на центре века как разнообразие базового коричневого макияжа выглядит очень красиво уместно и носибельно ну а что касается самого качества теней Наташи Деноне я наверное одна из самых больших поклонниц ее формулы именно так что с годами это не меняется и я рада что я использую то что у меня уже есть наконец-то мы с вами добрались до губ это то в чем я себе не отказываю даже можно сказать нуждаюсь потому что у меня от природы сухие губы я как-то показывала вам это средство от Бобби Браун но у меня есть альтернатива раз так в десять дешевле это написано что тинты для губ но я бы сказала что это бальзам масла с оттенком что-то что еще и тинтует то есть довольно долго держится но при этом еще и восстанавливает губы ну короче это супер пупер дорогая штучка которая доставляет неимоверное удовольствие от использования и цвет у меня raspberry слегка красноватый так сочно смотрится на губах ну это конечно любовь только не дешевая любовь я купила себе два бальзама которые тоже тинтуют губы от бренда golden rose линейка glow kiss у меня два цвета один нюдовый 01 ванилла лата ну я хочу вам сказать что нюд конечно долго на губах не держится но они тоже хорошо увлажняют это и не рыжий цвет и не холодный подкрасить губы увлажнить их при этом без зеркальца отменно и второй в оттенке 3 ягодный яркий хочу вас предупредить но он все равно полупрозрачный он не такой маслянистый как bobby brown и среди вот этих бальзамов есть и красноватый я обязательно напишу вам какой оттенок я рассматривала но думаю нет не стану покупать даже для обзора потому что у меня есть bobby но потом обязательно приобрету еще и красноватый но это не вырви глаз красный это просто как такие сочные губы как я сказала а замена golden rose роскошная линейка блесков для губ от эволайн линейка вариты они у нас какое-то время тому назад появились на полках магазинов вы их найдете и в росмане и в хэбе в супер фарм по-моему нет ну вот в росмане и в хэбе точно я обязательно сниму для вас влог когда пойдем рассмотрим косметику уход что у нас тут продается что я советую но пока что вот подборка того что у меня есть и от чего я балдею эти блески по эффекту напоминают лип максимайзеры от dior и цвета здесь вот на любой вкус и цвет я не могу сказать какие из них самые любимые вот можно сказать один к одному лип максимайзер в оттенке 2 только от evaline во много раз доступнее нюд чуточку потемнее 3 пыльно нюдово розовые 4 тоже приглушенные розовые 5 и 6 вот я думала что я вообще не буду им пользоваться но мне нравятся такие розовые оттенки особенно летом они все равно полупрозрачные на губах номер 6 не бойтесь его если вам нравится цвет то попробуйте они хорошо увлажняют губы восстанавливают их они не липкие и вот этот холодящий эффект не додрожит ну то есть это чуть-чуть и на самом деле очень комфортно офигенные простите за выражение блески я рада что у меня их так много у меня уже подсохли губы от помады поэтому добавлю номер 3 мой супер модный дуэт для губ позорный огрызок карандаша от пупа в оттенке 4 холодный лиловый цвет но мне нравится его сочетать или с розовыми помадами или же с вот такими около лиловыми но все равно эта помада ярче и более прозрачная чем карандаш ну о карандаше я уже не стану говорить мне кажется он со мной уже несколько лет я уже всем надоела этим карандашом помада от Estee Lauder покупала ее супер давно и попробовала уже во всех возможных вариациях оттенок 929 слушайте эта помада не просто жидкая матовая она как суфле я сначала когда достала ее и увидела спонж я подумала что вообще не так но все с ней так это такая текстура она наносится очень тоненько и она долго держится и это не та категория классических матовых помад к которым мы привыкли это как новая совершенно и формула и текстура это не то же самое что когда то популярны вот эти софт мат что то там от NYX это нечто другое это это надо пробовать все что могу сказать я хотела бы себе еще несколько цветов настолько сильно мне нравится ну и в конце по традиции ароматы их будет немного всего два первые из них я покупала в беззаботное время и тогда он мне казался идеальным на теплое время года но как оказалось когда стало по-настоящему жарко там свыше 30 градусов он тяжеловат поэтому я однозначно продолжу им пользоваться в конце лета в начале осени когда мне будет хотеться нежности и даже каких-то воспоминаний о мирном времени я к нему вернусь сейчас или на вечер или в дни более прохладные и комфортные это ботега вообще я хочу вам сказать что наверное каждый аромат ботега мне подошел бы вот они знаете необычные по композиции потому что вроде как есть узнаваемые нотки но при этом ты не можешь сказать на что еще он похож они очень оригинальные но при этом носибельные это не какой-то там не знаю цитрус который заставит всех обернуться и подумать каким же апельсином она пахнет или какая-то роза или еще что-то вы знаете ваниль есть такая тошнотворная они очень хорошо сбалансированы и это сладкий аромат ботеги здесь есть белые цветы но при этом что-то сливочное инжирное и даже как будто в нем есть какой-то цитрус но это точно не категория свежих кислых ароматов холодных нет он теплый он как легкая шаль из шелка но с примесью кашемира скажем так то есть это не что-то что будет сильно греть но это не холодный отталкивающий аромат он женственный он насыщенный довольно долго держится моя мама пока была у меня переносила все мои ароматы я даже могла их почувствовать на других людях и это так интересно вроде тот же запах но звучит по-другому и я хочу вам сказать что все ароматы ботега очень красиво раскрываются дорого в хорошем смысле этого слова это не что-то что бьет в нос это элегантный шлейф за тобой я даже помню что я была с ароматом ботега в торговом центре это не прям каждый день случается да поэтому запоминается я шла открыла дверь прохожу и женщина шла за мной и она меня догнала и говорит извините а какой у вас аромат потому что я еще ни у кого такого не встречала и это то впечатление которое производят ароматы ботега они не бьют в нос они сдержанные но при этом могут ассоциироваться с конкретным человеком они не у всех на суху они такие для ценителей наверное вот как-то такие у меня ассоциации вот есть просто шерстяной шарф а есть кашемир или там шерсть пусть с примесью шелка но не все понимают зачем так там шелк а вот такая смесь она лучше держит тепло и это уже больше для тех кто понимает и вот то же самое у меня такие же ассоциации у меня с ботегой но я даже не могу сказать кому их ароматы могли бы не понравиться я вот каждый аромат их беру и они такие особенные они очень вкусные и элегантные я могу днем их носить но только выбирать подходящий да там более сладкий более свежий а можно и на вечер использовать я покупала этот аромат в преддверии моего дня рождения и пусть он останется в моей памяти с начала 2022 года второй аромат легкости женственности беззаботности лето сочных фруктов свежих вкусных и полезных и цветов сезонных цветов не из цветочного магазина а вот ты выходишь в сад и я даже вам сказала что наши розы пахнут ароматом от Диор хотя здесь заявлен пион это мисс Диор Думин Букей и посмотрите у меня такая версия с шариком внутри то есть это как масло но оно не жирное просто распределяется я даже сейчас нанесу его иногда даже перед сном использую он настолько тонкий изящный и неудушающий такой нежный я много раз рассказывала о том что он мне нравится это действительно так у меня заканчивается флакончик я покупаю этот приобрела в дьюти фри когда мы летели в Италию еще осенью я думаю пусть будет буду возить его с собой в поездки девочки он так медленно расходуется что мне кажется он со мной теперь навсегда сколько бы я его на себя не мазала ну потому что здесь шарик мне кажется что я быстрее его разлюблю чем он закончится для меня это аромат лета вот хочется взять персик который лежит у меня внизу пойти к нашим розам лечь на траву и наслаждаться тем что просто светит солнце спокойно тебя ничего не раздражает тебя ничего не беспокоит и вот чтобы аж сок от этого персика стекал сейчас так и сделаю только закончу снимать я надеюсь вам сегодня со мной было интересно не забывайте поставить палец вверх это очень поддерживает меня как блогера поэтому буду вам искренне признательна все пока пока до новых встреч уже совсем скоро